Йоу! Всем привет! Вы смотрите новости проекта «Импровизация команды». Меня зовут Оксана Суркова. Давайте начинать! Пятницу прошла какая-то там еще одна-одна-восьмая финала. Если честно, я уже запуталась их считать. Не все мысли нужно озвучивать. Команда «Громкие» из Воронежа с третьей попытки наконец-таки проходит в следующий этап, обыграв команду «Мамины» из Ярославля. А что? Умеют молодцы, красавцы. Что тут еще добавить? «Громкие» явно не прогадали, взяв команду талантливого новичка. Но у нас полстраны таких талантов. Другими словами, Алексей Сопрыкин громко заявил о себе в команде «Громкие». В общем, для «Воронежа» это был более чем отличный старт сезона. Надеюсь увидеть вас старт сезона в финале. Я не буду это говорить. Не, я не могу, я не говорю такие слова. Ну, пожалуйста, не заставляй. Пожалуйста, пожалуйста. Я не скажу хоть, хоть, хоть и бас... Вообще хоть что хочешь сделай, я не скажу. Именно передумал? Да. На покупку. Ну, что-то, давай старт сезона расскажем. Посмотрим, как ребята покажут себя дальше. Очень интересно. Надеюсь увидеть вас, старперов, в финале. Вот такие вот метафоры на федеральном канале. Ну, а маминам мы говорим «до свидания» и надеемся, вы найдете, чем занять себя в ожидании пятого сезона. Я теперь макаконок. Сейчас я поправлю, волосню. Это блок новый. По итогам голосования в нашей группе ВКонтакте, кстати, вступайте туда, если еще этого не сделали. MVP прошедшего баттла становится Петя Фелисов из команды «Манни». Это я, это я. Таким образом, значок MVP отправляется в Ярославль. А спичка? Цепляй его скорее на шапку, кланяйся и ступай. Ой, блин, ты потом так подтянешь меня за руки? Ну, а мы переходим к анонсу следующего баттла. В эту пятницу в нешуточной борьбе сойдутся курские из Курска. И Цветные из Москвы. Все правильно. Пацанов из Курска вы уже отлично знаете. Нет, это не они были в драке с дальнобойщиками в фильме «Бумер». Очень полезные сведения. Курск – одни из ветеранов нашего проекта. И они в очередной раз будут пробовать проложить себе путь к чемпионству. А Цветные являются действующими чемпионами сцены «Студенты». Это очень яркая и перспективная команда. Пока пацаны из Курска гуглят слово «перспективная», я напомню вам, что этот баттл будет уже в эту пятницу в 23.00 на ТНТ. А ну-ка, давай-ка. Постепенно, не спеша, примерно как Андрей Андреев делает чай, проходят баттлы на региональных сценах. В Воронеже местные любимчики команды «Лехи» принимала в гости команду «Поморский» из Архангельска. Однако обошлись с ними не очень-то и гостеприимно, обыграв почти на 15 баллов. Надеемся, «Лехи» всерьез нацелились на попадание в следующий телесезон. Тем не менее, Архангела Городцев просит не расстраиваться. У них впереди еще будет возможность проявить себя в официальных баттлах. А еще состоялась вторая 1.8 сцены «Харт». Любимчики публики «Крафтовые» встретились с любимчиками женщин за 40 трезвыми. Баттл состоялся благодаря талантливому и прекрасному рефери из города Гомель Сереже Шевелеву. Его харизма, юмор и шикарное чувство игры помогли зрителям испытать множественные визуальные оргазмы. А креативный продюсер проекта Стас Шеменов наверняка скоро отдаст ему свою тему. Так, эту часть текста писал Шевелев, сценарист с Саной. Давайте я лучше сама про эту игру расскажу. «Крафтовые» проиграли трезвым всего 1 балл, но игра получилась насыщенной и прикольной. На харде, если что, так часто бывает. Убедитесь в этом сами, приходя на баттлы лично. Кстати, я там тоже иногда бываю, что поднимает ценность мероприятия в пару раз. У меня в тренажерке в субботу пригласили на вечеринку для взрослых. Не знаю, что значит вечеринка для взрослых. То есть там что? Так бывает, что некоторые магазины одежды могут закрываться. Какие-то бренды могут пропасть в прилавках. Но только не мерчат импровизация команды. Супермен и Бэтмен, конечно, супергерои, но всю жизнь проходили с одним логотипом на груди. Летучая мышь и буква «С» для лохов. Вы можете быть человек-волк, человек-летающая тарелка или вообще человек-шишечки. Поддерживать любимую команду — это твоя суперсила. Замерчем бежим по ссылке в описании. Он там и был! Ну вот, этот выпуск новостей подходит к концу. Да смотри до конца, там палец у одного из вас в заднице. Не забывайте нажать лайк и колокольчик, а также подписаться на наш телеграм. Вы где-то подсмотрели. С вами была Оксана Суркова. Всем пока-секи. Спасибо, Оксане, за новостной спич. На связи теперь я с вами, Сергей Леонидович. Легенда, повеса и оригинал. Предлагаю всем подписаться на импровизацию YouTube-канал. Хватит смотреть что-то скучное, пресное. На импровизацию YouTube-канале все самое веселое, вкусное и интересное. И не тяни, сделай это скорей. А я пошел строить себе мавзолей. Было!